Канадская медицинская ассоциация опубликовала статью, где отмечалось, что платок является средством притеснения и жестокого обращения с детьми. Данное заявление вызвало бурную реакцию жителей, исповедующих ислам. Директор Национального совета канадских мусульман Лина Эль-Бакир в писемном заявлении призвала Канадскую медицинскую ассоциацию отказаться от крайней исламофобской статьи и извиниться перед общественностью. Эта статья не соответствует стандартам Кодекса этики и профессионализма Канадской медицинской ассоциации и способствует формированию опасных стереотипов о демографических группах, которые стали мишенью для некоторых из самых жестоких форм исламофобии в этой стране. Мы призываем Канадскую медицинскую ассоциацию аннулировать статью и принести публичные извинения, прежде чем она причинит еще больше вред. Шквал критики посыпался от врачей, студентов-медиков по всей Канаде. Они также призвали коллег отозвать статью и принести публичные извинения. На данный момент в Канаде проживает около 1 миллиона мусульман, что составляет 3% от всего населения. Полиция Канады сообщает, что мусульмане являются второй по численности религиозной группой после евреев. И хотя количество преступлений по очевидной ненависти против всех религиозных групп уменьшилось, число правонарушений в отношении мусульман растет. При этом многие инциденты связаны именно с женщинами, которые носят хиджаб или никаб.